Культпоход Добрый день! Вдохновитель, организатор этого фестиваля, актриса и уже режиссёр, как мы тут выяснили, незадолго до эфира, будет с нами через некоторое время на телефонной связи из Москвы. Давайте мы немножечко, может быть, историю фестиваля напомним, вымысла. Название этого фестиваля пишется необычно. Вы.мы.слы. Да, оно пишется именно через точку и предполагает такое объединение вы-мы и в целом слово отсылает к неким вымыслам, к некой фантазии какой-то истории. Вот, этот фестиваль действительно организовала Женя Тарасовая официально так 4 года назад, но ещё задолго до этого она проводила различные мероприятия, устраивала спектакли и сбор средств тоже как раз для того, чтобы подарить, собрать деньги на подарки детям слабовидящим. Вот, а 4 года назад Женя решила, что это должен быть такой регулярный фестиваль, команда очень большая тогда собралась, тогда ещё, по-моему, Костя Солдатов был. По-моему, несколько театров тогда объединились, все наши театры объединились тогда, по-моему. Да, и Кукольный, и Театр на Спасской объединились, и Драмтеатр, я помню, тоже подключался, и там была какая-то очень масштабная история по нескольким читкам, вот. И каждый год фестиваль меняет свой формат, то есть в прошлом году вот Женя придумала, что это может быть драматургический конкурс, то есть она предложила всем желающим драматургам подать заявки, и те пьесы, которые прошли отбор, в результате были представлены в виде читок. Какой-то год был, не помню, не связанный, по-моему, с драматургией, просто... А, нет, да-да-да, там тоже были пьесы местных авторов представлены, то есть всё так или иначе представлено в каком-то театральном формате. Вот в этом году, я думаю, девочки нам более подробно расскажут, формат такой двухчастный, то есть это перформанс, о котором нам расскажет Маша Антропова, а перформанс во мне какая-то необычная, опять же, для этого фестиваля форма, не в форме читки, а вот именно в форме какого-то, близкого к современному театру, какой-то репрезентации. И формат онлайн-спектакля, мастер-класса, о котором расскажет Оля Кунилова подробнее. Вот, ну а в целом про фестиваль, про то, как он возник, и почему он проводится, и как у Жени хватает сил столько лет собирать людей абсолютно безвозмездно. И каждый год придумывать что-то новое. Да, 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 я думаю, Женя подробнее, поподробнее расскажет нам об этом. Но Женю мы пока, насколько я понимаю, ещё не подключили, я думаю, что сейчас продюсер уже начнёт набирать потихонечку. Но мы давайте всё-таки к гостям в студии, чтобы не скучали наши гости. Ну, давайте мы начнём с перформанса для одного зрителя, который называется «Во мне». Я видела описание, конечно, я не знаю, вот я очень как бы примитивно, может быть, сейчас рассуждаю. Если я верно понимаю, те люди, те зрители, которые захотят принять в этом участие, они оставляют заявку, и в какой-то назначенный день, назначенный час к ним приезжает кто-то из актёров, кто задействован в проекте. Ну, да. То есть мы договариваемся с человеком на определённое время, он приезжает на определённую точку. Это будет студия «16 этаж» и студия «Яр Рекордс». Мы договариваемся с ним, и в этом году, сейчас расскажу, как это будет всё происходить. Человек оставляет заявку на участие, и мы с ним связываемся, договариваемся о дне и времени, когда он сможет приехать. Это будет всё проходить с 30 ноября по 10 декабря. Обычно это вечернее время, а можно днём, в выходные дни. Каждому участнику назначается сопровождающий волонтёр, который в договорённый день перед началом встречает вас и даёт определённые инструкции. Действие будет происходить как раз-таки в звукозаписывающих студиях в определённой комнате. Там какая-то изолированная комната, да, специально? Это на квест какой-то просто похоже. Это даже как-то немножко странно, там страшно. Это называется «Сайт-специфический проект». Да, у нас Евгения Тарасова с нами на связи. Кстати, Женя, добрый день. Здравствуйте. Да-да, я просто решила поздороваться. Мы вот с Женей сейчас представили, Марии сейчас дадим возможность договориться с Женей и вернёмся тогда вот ещё к идее самой фестиваля. Ладно, побудь с нами на связи, пожалуйста, не отключайся. Конечно, конечно. Сама обстановка в звукозаписывающей студии будет безопасна для человека. То есть это такие условия, где человеку будет комфортно и где на него не будет ничего давить. У него будет возможность, если он захочет, например, уйти, у него есть на это право. В любой момент вот можно покинуть комнату. И волонтёр, то есть мы, будут ждать человека до конца и потом, конечно же, проводим. А проходить это будет примерно минут 20-30. И в тот же день вечером онлайн все участники встретятся и обсудят то, что произошло лично с каждым человеком в этой изолированной комнате. Так, ну Маша заинтриговала. Давайте мы поподробнее всё-таки потом Машу расспросим, что же там происходило. Да, что же всё-таки будет происходить в этой комнате. Я предлагаю Жене пообщаться, а потом Машу мучить, что там за тайны в тёмной комнате. И Ольга нам расскажет про мультфильмы онлайн, насколько я понимаю. Жень, мы возвращаемся к тебе. Мы уже немножечко в начале программы рассказали про то, как зарождался фестиваль вымыслы. Но вот ещё раз всё-таки давай напомним нашим слушателям идею этого фестиваля, миссию его, я не знаю, можно ли так говорить. Вообще очень приятно, что есть Гульнара, которая помогла с названием этого фестиваля, потому что намного благодаря Гульнаре мы назвали вымыслы. Да ладно, там была общая работа, Женя, ну что ты. Никак, без Гульнара никак. Вообще акция сама по себе существует уже порядка 14-й год, как я подсчитала. А фестиваль мы проводим в четвёртый раз. Миссия фестиваля — собрать средства для ребят с нарушениями зрения, либо со статальников, то есть тотально слепых. Мы это делаем при поддержке Всероссийской организации слепых в городе Кирове. И в прошлом году в область заехали. Вот так вот получилось, что смогли. Собрать средства имеется в виду на подарки, на новогодние подарки, да? Да, на рождественские подарки, потому что мы ездим и поздравляем Рождество, но не мы, конечно, а Деда Мороза и Снегурочка. И то, что дети хотят, они передают на ухо Деда Морозу, он это разыскивает и приводит. А, то есть там такая история, можно получается даже подарок не внезапно какой-то получить, какой-то там неизвестный, а прямо вот что хочешь, то и можно попросить у Деда Мороза. То мечтаешь, да, конечно, он же такой волшебник, он же все может. Как Николай Чудотворец в Рождество. Единственное, что, конечно, большинство желаний связано с особенностями. Карты световые, лупы просят часто, игры специальные для тех, кто не видит. То есть это не совсем обычные, не совсем, может быть, привычные подарки, да, такие? Да, 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 которых в Кирове мало, и которые, ну, конечно, у Деда Мороза они есть, потому что у Деда Мороза есть все. Вот, в этом году вот мы придумали формат вот такой внутриутробной комнаты, где темно, тепло, тихо, и где человек вспоминает свою жизнь по датам, и что было связано с ним, с этим человеком, и в истории вообще, и как, может быть, это пересекается. То есть что происходило в мире, да, в мировой истории, и что происходило в моей внутренней истории, внутренней истории участника. А как это, Жень, происходит? То есть его просто вот погружают в эту комнату, и он сам остается со своими мыслями наедине, или все-таки ему кто-то помогает вот это вспоминать? Ну, конечно, помогает. Не хотел бы сейчас все-все рассказывать, потому что тогда участвовать не настолько интересно. Там есть голос, так сказать, который ведет человека по его биографии, по его страницам жизни. Жень, ну ты сказала, что вы думали об ощущении безопасности, да, то есть вот это погружение, ну, в условное какое-то там чрево матери, оно связано с ощущением безопасности. Это как бы идея пришла потому, что сейчас находиться там в обществе, в большом количестве людей у многих вызывает ощущение небезопасности, или это не связано с какой-то актуальной повесткой, и для вас это был какой-то свой какой-то месседж в этом? Вот очень интересный вопрос, на самом деле, потому что когда мне пришла идея-то в голову, когда я сама сидела в глубокой изоляции, когда мне поставили этот неприятный диагноз, который многим сейчас ставят, и очутилась в комнате, наполненной семьей, зверями и зумом, вот, и захотелось из нее вырваться. И мне пришла мысль вот об этом моменте, где ты можешь остановиться, вспомнить какие-то важные этапы своей биографии, а потом выйти наружу. И мне кажется, эта возможность выйти наружу в этом тренинге, в этой перформансе, самое важное. То есть когда заканчивается вот эта биографическая история, человек выходит на улицу, он дышит, и потом, если хочет, он возвращается, выделяет вот эту свою карту, которую он нарисовал, и оставляет ее либо себе, либо на том месте, где он был, и начинается процесс обдумывания. Как раз вот встреча в зуме, она, наверное, даже важнее самого перформанса, потому что проходит время, и человек уже себя исследовал, и уже соотнес что-то с чем-то. У него вот этот выход случился, или не случился. А встреча в зуме, это уже второе мероприятие, оно будет вечером, получается, да? Да, да, да. Какого-то из дней. Это продолжение как бы этого. Нет, в этот же день. А, в этот же день. Да, это продолжение. В этот же день. Угу. Так, хорошо. И, насколько я понимаю, Женя, помимо вот этих двух форматов, о которых мы сегодня поподробнее еще поговорим с Машей и с Олей, есть просто возможность помочь как-то, да? То есть есть какие-то, я так понимаю, реквизиты, куда... Не все готовы в комнату погрузиться, как я понимаю, там по разным причинам, да? Ну, может быть, кому-то некогда там, кто-то, может быть, опасается там, ну, мало ли, вдруг, я не знаю, всякое время. Да, это история такая. Но он хочет помочь. Расскажи, пожалуйста, да, каким образом можно помочь фестивалю, не приходя, ну, если нет возможности посетить какие-то спектакли. У нас есть страница в соцсетях, у нас есть группа вымыслы, в которой указан номер счета. Я могу сейчас его озвучить, на который вы можете перевести любую сумму. Единственное, если вы участвуете в самом фестивале, вы еще получите открытку от нашего художника. А номер счета это... Сейчас я протектую цифры, я не знаю, слышат их или нет. Ну, я... Можно посмотреть в группе. Я даже думаю, может быть, Жене не стоит даже, может быть, цифры озвучивать, потому что вряд ли кто-то успеет на память запомнить или записать. Мне кажется, что надо еще раз конкретизировать, просто где их можно посмотреть. Ну, чтобы не перепутали, да, и не отправили не туда, например. То есть есть группа ВКонтакте, группа проекта. Есть группа ВКонтакте. Называется «Вымыслы». «Вымыслы». «Вы.мы.слы». «В.мы.слы». Да, да, да. Там можно найти информацию вот об этом проекте во «Мне». И там внизу как раз под описанием проекта есть после партнеров проекта фраза «На все собранные средства будут куплены рождественские подарки для детей с ограничением по зрению, да. И если вы не можете участвовать в мероприятии, но хотите помочь, можно это сделать по этим реквизитам. И дальше указаны номер карты, номер телефона, к которому привязана карта. И там же есть ссылочка на возможность пожертвовать через группу, да? Да. То есть если кому-то удобнее это сделать через приложение, то можно это сделать. То есть вот самый простой, мне кажется, путь, да, через «Контакт». Да, конечно, мне кажется, так проще. И надо еще сказать, что вот как раз после Нового года, в период рождественских праздников, Женя приедет, Леня приедет, и я думаю, очень многие подключатся из участников проекта «Вымыслы». И начнется вот так, волшебная пора, когда вы придете к ребятам, и все собранные средства пойдут на покупку подарков, и вы, наконец, принесете и подарите ребятам долгожданные желаемые подарки. То, что они просили у Деда Мороза, да. Продолжай, продолжай. Он уже готовится, просто слышала, что Дед Мороз уже там собирает команды. Уже бегает, да? Да, уже ищет, уже ищет что-то, сам изобретает своими руками, лепит. Старается парень. Какой молодец. Да, несмотря... Главное здоровье Деду Морозу, вот, правда. Вот, да, в возрасте. Нынче это самое главное, потому что он группа рисков все-таки, да. Пусть себя бережет. По Снегурочке ходит в магазин. Женя, я хотела еще уточнить, есть ли возрастное ограничение у спектакля, который будет в этом году у проекта? Да, да, есть, конечно. Я имею в виду, который будет офлайн перформанс. Там, я думаю, это 18+. То есть для взрослых. Очень взрослый проект, да. Ну, а вот второй, вторая часть, онлайн-спектакль, который Оля Кунила будет делать, там без ограничений по возрасту. Я так понимаю, вообще, кто угодно может подключиться? Да, и малышей, и родителей, все, кто хотят. Спасибо всех. Да, это очень интересная штука. Ну, мы Олю попросим подробно рассказать, да. Да, она вдохновляет, я думаю, Оля расскажет. Что-то более подробно интересно, чем я. Очень, очень загорелась этой историей. Жень, спасибо большое тебе. Женя Тарасова с нами на связи была, из Подмосковья, насколько я понимаю, Женя с нами на связь выходила. Ну, сейчас из Москвы. А, из Москвы. В основном из Подмосковья, да. Да, Жень, нам еще сказали, что тебя можно теперь представлять не только как актрису, но и как режиссера. Вот, с чем мы поздравляем. Да, вот есть за мной такой грех. С чем мы поздравляем. Спасибо, Жень, большое, что вышла на связь. Продолжаем сейчас разговор о фестивале «Вымыслы» с нашими гостями. Мария Антропова, Ольга Кунилова в нашей студии. Так, наверное, к Оле мы переходим сейчас, да? Да, да, да. Речь зашла как раз об этом, Оля, поподробнее, пожалуйста, расскажи, что это за онлайн-спектакль. Ты как мультипликатор, художник, аниматор, какую роль там играешь? Это совместный наш проект с Натальей Сидоровой. Она также составила у меня компанию в этом баловстве. Мы сделаем онлайн-спектакль. Это будет такая игра. Там будет и анимация, и театр теней, и всякие шуточки с бытовыми предметами. То есть это сказка, которую мы сделаем из того, что под рукой. И тем самым мы хотим и призываем всех больше играть дома, играть друг с другом и делать свои домашние спектакли. Это же такая традиция наша, уходящая в нём. То есть как это будет происходить? Человек выходит в зум, и вы делаете вместе спектакль. Человек выходит в зум, получает ссылочку, выходит в зум и смотрит и любуется нашим спектаклем. В общем, а мы в прямом эфире показываем сказку. Вот, с актрисой театра Наспасской. То есть она будет заранее уже, да, продумана, придумана? Она будет продумана, придумана, но зритель, он также может в ней поучаствовать. А, кстати, да, вот сюжетные какие-то повороты он может подсказывать? Да, это вот в том-то и дело. Он может даже как-то помогать полюбившимся героям, озвучивать наши действия. То есть, условно, если вы колобка, например, там делаете, то человек, которому... Ну, я хочу на пока оставить. Нет, я вот, ну, предположительно говорю, там, если это колобок, например, мы все знаем, чем заканчивается сказка «Колобок», да, но вот зритель говорит, слушайте, это вот у меня детская травма вообще была, что леса съела колобка, вот, а можно она не будет его есть, например, там, да, выплюнет, может, она кажется невкусным или ещё что-то. То есть вот так вот тоже может быть, да? Ну, без большой анархии, но, в принципе, помочь героям можно. То есть зрители — это участники действия. То есть это прям такой форум-театр, получается, форум-театр. Это как раз театр угнетённых, где проигрываются какие-то травматические ситуации, если там есть вот травма, то актёр или зритель имеет право остановить действие, да, и предложить свою версию. Всё не так было, да? Да-да-да. И действие, соответственно, поворачивается в зависимости от того, какое предлагается решение проблемы. Вот, ну, все драмы проиграть невозможно. Мы надеемся, на самом деле, просто повеселить и поиграть. Задача такая. Да, но вот тут вопрос. Вы всё-таки будете спектакль готовый как бы предлагать, да, человеку? Ну, то есть он не может там попросить спектакль по какому-то там сюжету? Нет, у нас есть сюжет, будут заготовлены куклы, конечно же, персонажи, и определённый сюжет намечен. Но это будет такой, ну, диалог, что ли, со зрителем. То есть вполне себе зритель активный, он может себя как-то проявить. То есть это прямо история, которая будет рождаться онлайн, фактически. А ты ещё сказала, Оля, что там театр теней будет. Да, театр теней, ну, тени тоже будут играть на стене. В принципе, очень много средств у человека есть, сидящего дома, чтобы поставить спектакль. И в этом мы всех планируем убедить. Ну, то есть эта история, смотрите, она какая многоплановая, да? То есть, во-первых, можно проиграть какие-то ситуации и почувствовать себя просто там творцом, да? Ну, то есть вот есть готовые герои. Вроде бы есть сюжет, но ты можешь его менять. Это первое. Вторая история – это то, что при помощи участия в этом проекте, будучи зрителем, ты помогаешь благотворительному фестивалю и цели его, и задачам. И третья история – это история... Ну, эстетическая какая-то. Получаешь удовольствие. Конечно, да-да-да-да, получаешь удовольствие, совершенно верно. То есть многоплановая. Если у нас наберётся много желающих, ну, есть возможность повторного, наверное, спектакля. Но это мы обдумываем все вопросы и по дате, то есть это будет начало декабря, первое число декабря. Все вопросы, в общем, следите за нами в вымыслах ВКонтакте. То есть в той же группе? Да, в той же группе. Сейчас у меня будет вопрос. Я всё-таки не поняла. Это будет одна ссылочка для нескольких участников? Или это для каждого участника будет ссылка? То есть один на один будет? Ну, человек делает пожертвование в определённое время. То есть получает ссылку. Покупает билет на этот онлайн-спектакль. Покупает билет в театр. И где актёры готовятся, сидят, волнуются, и человек оказывается там, прямо на спектакле. Единственным зрителем или нет? Нет, нет, нет. То есть вот, так это подождите, это же ещё интереснее. То есть это получается, что сюжет-то вообще может меняться непредсказуемо. То есть одному человеку надо, чтобы случилось с колобком вот это, а второму надо другой. Но мы будем бороться с анархией. У нас есть генеральная линия. Понятно. Но будем играть. Да, ещё одна важная история, которая родится после этого спектакля, мне кажется, это вот как раз то, о чём говорила Ольга в самом начале, что это хороший там способ поучиться тому, чем можно дома заниматься во время самоизоляции. Мне бы хотелось именно на это ещё сделать упор, потому что столько всяких предметов, которые можно оживить, к чему всех я и призываю, это не замыкаться и больше творчества в жизнь свою привносить. Я вот помню, как дети же играют, то есть взрослые люди теряют, мне кажется, эту возможность и склонность к этому. А дети же часто одушевляют предметы какие-то, то есть это могут быть пузырьки из-под духов. Вот в моём детстве были очень красивые бабушки, пузырьки из-под духов, и это были принцессы такие. И вот они там в домике своём жили, и с ними происходили какие-то вещи. И здесь может то же самое быть. Может быть, кружечка какая-нибудь там, да, живая. Не переживай, взрослые не забывают. И в театре в особенности. Сейчас есть огромное направление объектного театра, и каких только связанных с предметами направлений театральных нет. Вот, и это на самом деле здорово, мне тоже интересно, я бы хотела попробовать. Пойдём вас. Для Кирова это всё-таки непривычный формат пока ещё, как мне кажется. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Попробуем, станет привычным. То есть такой мастер-класс по объектно-ориентированной антологии у нас ещё будет в том числе. В общем, начало декабря. Да, следите за информацией в группе «Вымыслы», и вы сможете принять участие тоже в этом спектакле. Я ещё к Маше хочу обратиться. Вот ты, Маша, как актриса, да, получается, вот насколько я поняла в этой форме работы, ты как актриса, вот как проводник, как сопровождающий. Или как волонтёр больше. И так, и так. И так, и так. А волонтёр, он, ну, а, то есть волонтёр, как в процессе организации фестиваля, да, а вот в конкретном этом перформансе будешь как актриса, да, то есть ты будешь принимать, сопровождать и направлять, да, зрителя? Нет, скорее всего, я буду волонтёром, который встречает человека, направляет его в эту уютную комнату, ждёт его и провожает. А там он один, получается, остаётся без тебя? Да. Ой, страшно. Это вот, а я же говорила. На самом деле, как мне кажется, это очень хороший способ действительно встретиться лицом к лицу с собой и услышать то, что, возможно, в обычной жизни ты не услышишь. Здесь ты вспомнишь какие-то определённые, вот Женя говорила, даты, у тебя какие-то определённые вещи в голове всплывут, и очень, мне кажется, это очень хороший опыт, такой интересный. Вот поэтому я бы, наверное, хотела, чтобы каждый человек ощутил это на себе. Потому что это круто. Мы говорим это уверенно, потому что мы-то уже ощутили это на себе. А вы уже попробовали, да? У нас репетиции уже были, да, в этом пространстве? Да, да, мы, конечно же, не можем же. Просто это так. Женя уже провела с нами такую работу, и мы, конечно, довольны результатом. Совершенно неожиданные вещи пооткрывались, и всех призываем принять участие в этом. Я правильно понимаю, что всё-таки вот эта история, она для одного человека? Да, только для одного. То есть, например, пара влюблённая не может прийти и погрузиться в эту комнату вдвоём. Душать, пара влюблённую. Это точно. Они друг друга отвлекать будут в этот момент, наверное. А можно ли всё-таки вот это должен быть выбор человека, или можно, например, кому-то подарить вот эту историю? У нас возникло желание подарить кому-то. Ну вот лично у меня, когда я познакомилась с этим Жениным проектом, я подумала, а вот было бы здорово там маме своей подарить такую возможность. Это очень необычный подарок, на самом деле. И ценный. Или там подруги, которая засиделась дома в декрете. Здорово. Или кому-то, кто засиделся дома во время карантина. Или не засиделся. Совершенно любому человеку. Да, потому что... Которого нет времени посидеть, например, тоже подойдёт такой подарок. Который, наоборот, слишком много работает, слишком много делает, слишком занят. Мы сейчас... Да, прошу прощения, мы сейчас уже сделаем перерыв на полторы минуты на рекламу. Мы вернёмся и продолжим. Программа «Культ поход» продолжается. Говорим сегодня о благотворительном фестивале «Вымыслы», который проходит в необычном формате. В нашей студии члены команды, коллектива, который готовит этот фестиваль. Мария Антропова, актриса театра «Кокол», Ольга Кунилова, художник-аниматор, человек, который отвечает за онлайн-спектакли. Это одно из направлений. Второе направление, это мы уже поговорили, это комната, в которой человек ощущает себя в безопасности и в течение 20-30 минут может думать о чём-то. Это история такая для одного, его туда провожают, погружают в эту комнату. А вечером ещё в Zoom все участники собираются и обсуждают свои ощущения, свои впечатления, что изменилось после этого в его жизни. Но поскольку у нас программа «Культпоход», мы всё-таки начинаем разыгрывать призы. У нас есть списочек, мы сейчас с Гульнарой его озвучим. Да, мы предлагаем сегодня разыграть пригласительный в Кировский драматический театр 15 ноября в 17.00 спектакль «Обед из трёх блюд плюс салат со скандалом». Ограничение спектакля 16+. Так, пригласительный в театр «Кукол». Детская история завтра 14 ноября в 11.00 «Принцесса Карамелька». Ограничение 0+. Также есть два билета на любой фильм и сеансы в кинотеатр «Дружба». Книги от магазина «Читай город». Максим Замшев «Концертмейстер». Роман о жизни творческой московской интеллигенции, охватывающий период с 1948 по 1985. Семейная сага о судьбах трёх поколений Норштейнов-Храповицких. 16 плюс возрастное ограничение. «Любовь Баринова», книжка «Ева». Роман о похищении трёхлетней девочки. Роман о любви, мести, жалости, ненависти и прощении. И о том, что добро побеждает зло. Возрастное ограничение 16+. Ирина Фуфаева. Как называется «Женщины?» Феминитивы. История устройства конкуренции. Научно-популярная книга о феминитивах словах с показателем женскости. 12+. Андрей Беловешкин. Что и когда есть? Как найти золотую середину между голодом и перееданием? Врач, специалист в области здорового образа жизни предлагает свой метод. 12 правил по режиму питания и 12 правил по выбору продуктов. И ограничения тоже 12+. Тоже 12. Совершенно верно. Эти и другие книги, напоминаю, вы можете купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенской 65 ТЦ Театро и Ленина 103а Торговый центр Крым. Спасибо большое «Читай городу» за то, что снабжает нас замечательной литературой. Вот. Возвращаемся к нашим гостям, потому что именно они будут задавать первые вопросы для слушателей. А слушателям напоминаю номер телефона 211-101. Оль, пожалуйста. Приготовьтесь. Задавайте. А первый вопрос будет простой. Актёр Театра кукол, у него много всяких названий. Он и кукловод, и анимант. И в этом видна близость Театра кукол с анимацией, с мультипликацией. Вопрос такой. Каково значение слова «анимация»? Анимация. Ну да, потому что... Это дословный должен быть какой-то перевод? Да, но оно одно. Ну, я думаю, можно и перевод, можно и как-то более развернуто. Уже есть звонок. Есть желающий ответить. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что это рисованный фильм. Ну, типа игрушек. Ну, может быть, и на естественные фильмы. Но анимация – это не живое, а любого вида изображения действия. Изображение действия любого вида. Это всё правильно, да, говорит наш слушатель? Анимация, да. Само слово «анимация» – анима и анимация. Вот слово «анима» что означает? Перевод, фактически. Перевод, да. Какой-нибудь намёк будет? Давайте поможем подсказку. Анима. А, это отрицание. Нет, нет, нет. В другую сторону совсем пошли вы, нет, не туда. Нет, в принципе, правильно. Отдумываю. Вы расшифровали, что означает анимация совершенно верно. Но задача у нас рассказать, ну, вот что это слово означает. Ну, просто перевод прям подстрочный, да, получается? Да. Что делает актёр театра кукол? Актёр, он что-то изображает, типа ним, актёр действия. А тут он с помощью кукол заменяет как бы вот этого актёра, нима. И что становится с куклой, с предметом благодаря актёру? Она оживает в руках. Вот, да, всё, всё, вы назвали нужное слово. Победитель. Ура, ура, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Да, Татьяна, выбирайте приз, пожалуйста. Вы извините, я только что подключилась, я не знаю. Очень быстро я вам скажу, что у нас есть билеты в театр. Я не выхожу из дома. Не выходите, тогда ваш вариант только книги. Это Максим Замшев, концертмейстер, роман о жизнетворческой московской интеллигенции с 1948 по 1985 годы. Это вот, соответственно, 20 век. Да, Любовь Баринова, Ева. Это похищение трёхлетней девочки, но при этом добро побеждает зло в финале. Ирина Фуфаева, профи-минитивы, книжка научно-познавательная, слова с показателем женскости. И есть ещё книга по правильному питанию от Андрея Беловешкина. Первую. Понятно. Максим Замшев, концертмейстер, уходит у нас с Татьяной. Татьяна, книга у нас в редакции. Я попрошу вас оставить ваш телефон тогда продюсеру. Я после эфира с вами свяжусь, мы подумаем, как вам книгу передать, раз вы не выходите из дома. Спасибо, поздравляем. Одушевление, да, это. То есть оживает. Оживление, одушевление, да. То, чем стоит заниматься. Следующий вопрос. Уже от Марии. Пожалуйста, Маша. Хотелось бы задать вопрос, связанный с Театром Кукол. Поскольку ты там работаешь, да? Да, потому что я актриса Театра Кукол нашего Кировского. Вот совсем недавно. Поздравляем тебя с этого сезона. Да, в этом году поступила и принята в труппу. Вопрос будет таким. Какой спектакль Кировского Театра Кукол был удостоен премии правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Буквально недавно. Ага, все прямо рассказали. Сейчас вот люди загуглят. Ну ладно. Хорошо. Ну и нам нужно назвать этот спектакль. Или мы посложнее сделаем вопрос. Попросим еще там, например, режиссера назвать. Так, не надо. Не надо? Не надо. Ну хорошо, давайте сначала хотя бы название. А дальше мы будем вас писать. 211-101. Какой спектакль Кировского Театра Кукол был недавно удостоен премии спектакль по произведениям русской классики? Да, очень прекрасный спектакль, если будет возможность... Мы про него рассказывали у нас в эфире. Мы рассказывали про него у нас в эфире. Но надо сходить. Надо сходить, конечно. Обязательно, да. И пока еще есть возможность. На самом деле потрясающий режиссер у этого спектакля. И он абсолютно современный, абсолютно адекватный, мне кажется, сегодняшний какой-то театральной повестки. Замечательный спектакль. Ты смотрела, Маша? Да, вот тоже буквально недавно... Не проговорись только, если что. Не назови героев или еще что-то. Нет, ну извини, я тебя перебила. Что, недавно ты его видела? Вот буквально недавно видела. Очень непонятно, но очень интересно. Все, что непонятно, это привлекает. Да, навсегда, конечно. Ну как? Хочется же разгадать загадку. Русской классики. Русской классики, совершенно верно. Да, у этого спектакля, между прочим, прямо вот несколько таких как бы связочек, да. То есть, во-первых, у него связочка с другим городом, не с городом Кировом. Я уже подсказывать там потихонечку начинаю. Да, потому что никто не звонит. Это еще усложненько хотелось. Мне кажется, просто у нас предыдущая слушательница Татьяна, вероятно, нашего продюсера, сейчас заняла вопросом, да. И поэтому телефон, возможно, занят. Но я на всякий случай напоминаю номер 211-101. Есть звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Александр. Да, здравствуйте. Это, наверное, постановка Гуголь? Абсолютно верно. Александр, может, вы режиссера назовете? Ой, нет. Режиссера я не помню. Я Мишкевич. Я просто слышал, что было награждение. Было награждение, совершенно верно. А вы сами ходили на спектакль? Сходите с удовольствием. Нет. Не ходили еще? Вы не ходили, потому что ковид, вы не ходите никуда или просто не успели пока? Не успел пока. Пока не успели. Ну, не болейте и приходите в театр, конечно, потому что театры очень ждут зрителей и сейчас. Какой пресс вы выбираете, Александр? Можно я в кино попробую. Хорошо. Дружбы, билеты в дружбу вам достаются. Не забывайте, пожалуйста, соблюдать правила предосторожности. Берите маску с собой. Конечно, конечно, обязательно. Да. Билетики у нас в редакции. Если вы не знаете, как их забрать, оставьте свои координаты нашему продюсеру. А мы продолжаем. У нас остается еще две. Нет. Одна минута у нас остается. Мы успеем вообще задать вопрос еще один и разыграть что-то? Ну, если бы две, то, наверное, успели бы. Ну, я боюсь, что, наверное, уже не успеем. Поэтому мы еще раз просто проговорим. Хорошо. Проговорим про фестиваль. Вымыслы сегодня мы рассказывали. С 30 ноября по 10 декабря. Спектакль «Во мне» — это одна часть фестиваля. И спектакль, который пока еще не имеет названия, но мы его условно так называем онлайн-спектакль с элементами... Анимации. Анимации. Теневого театра. Театра теней. Да, да, да. Вся информация по этим спектаклям будет в группе «Вымыслы». Пожалуйста, следите. И там же можно найти информацию о реквизитах, куда можно пожертвовать средства на покупку подарков для детей с ограниченными возможностями по зрению. Да, я напомню, что фестиваль этот уже четвертый год проводится. Четвертый год подряд. Каждый раз в новом формате. Каждый раз его вдохновитель Женя Тарасова что-то придумывает новое. И нынешняя история. Это, во-первых, это, конечно, интересный очень поворот. Во-вторых, я думаю, что все равно нашел, наверное, отражение вот этот коронавирус наш, коронакризис, ограничения. И тот факт, что смогли вырулить и придумать формат, в котором безопасно будут чувствовать себя и зрители, и актеры. Это, конечно, большой плюс. И большое спасибо организаторам. И удачи. И команде всей фестиваля. И удачи. Группа ВКонтакте. Фестиваль вымыслов. Пожалуйста, присоединяйтесь. Дети ждут подарков. Программа «Культпоход» на этом завершается. Мы с Гульнарой прощаемся. Всего доброго. И с гостями. Мария и Ольга, до свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова